Всем привет, люди! Здорово! Я тут с утра решил поработать. Это логично, утро, работать. Хочу вам один прикол показать. А вы в комментах напишите Ох и Вася! И я тогда пойму, что вы одобрили этот прикол. Я с утра решил подрамник поставить, новый. И вообще поставить, померить длины, диагонали. Поставил подрамник, два болта задних, точки никуда не уходили. Все классненько. Поснимал пробочки. Это как бы субцельный элемент. Он полностью симметричь один ко второму. От отверстия померил до этого отверстия. От отверстия к отверстию. Тютя в тютя. Ну просто от этих неудобно мерить. Там буртик или рулетка неудобно зацеплять. Хотя можно и от этих померить. Но смысл не меняется ни от чего. Вот эти. Это ровно симметрия класса. Померил. Не буду сейчас ничего показывать. Померил. По-моему там что-то там. 117. Ровно. В смысле померил 117. Померил 117. Подрамник у нас двигается чуть ли не по 5 мм. Куда хочешь. Туда-сюда. Вперед-назад. Каждая сторона. И по диагональному тоже хорошо двигается. Померил. Дальше. От этих моментов. Диагональ я опять померил. До начала резьбы. По-моему 139. Миллиметр. Это так. Вдруг кому-то надо. Хотя могу ошибаться. Все класс. Все класс. Думаю интересно. А что у нас с этой стороной. Подошла или не подошла. Смотрю такой. Да. Ну вроде даже подошла. Все классно. Думаю. А как крепить. И в этот момент одупляюсь. А какого лешего. Я под домкратник. Ой. Под домкратник. А что я балку блин. Что я подрамник этот блин поставил в векторами. Не в курсе. Никто не знает. Блин. Теперь надо снимать его. Переставлять. Переставил подрамник. Опять померил. Только теперь уже не до вот этих моментов. А до вот этих. Ну здесь без разницы. Он симметричен. Поэтому. Здесь можно. Что хочешь мерить. Длину значит. Померил до конца. Перед него сайлентблока. Диагональ померил до этого момента. Здесь домкрат стоит. Чуть неудобно было просто мерить. Ну так. Ровно. Выставил подрамник. То есть он двигается. Немножко. Вперед назад. Там по 5 миллиметров. И в бок он двигается. Вот сейчас он стоит ровно. 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 И теперь. Ну это крепление сейчас ни о чем. Потому что мы его будем менять. Оно там сильно. Покривилось. Нам вот это крепление важно. Хотя с другой стороны. А что оно нам важно. Если мы будем менять лонжерон. Где-то там. Да. Там тоже деформация есть. Поэтому желательно до корня его поменять. Вот есть узкое место. Вот здесь и поменять. Но если вот так вот посмотреть. То видно. Что мы перетянули на миллиметров 5. Вот это крепление сюда. Вот сюда перетянули. То есть если мы будем менять его. Где-то например. Ну вот. Вот здесь. Складка еще была. Уже нет. К примеру. Если мы меняем вот здесь. То нам пофиг на это крепление. Если мы хотим поменять. Например. Ну многие сейчас. Кто никогда автомобиль ремонта не делал. Не работал сам. Но примерно все понимает. Как. Ну. По моим видосам. Или по чьим-то. Скажет. О. Классно было поменять. Будем в середине. Чтобы как бы вот усилитель был. Проварить. Но дело в том. Что бы вот так поменять. Вот там в середине. Еще и на это. Намучаешься резать. Отрезать. Подгонять. А потом еще фиг там нормально заваришь. Надо расширять. Поэтому. Не сильный то и вариант. Вот так поменять. Вот так даже проще будет. Потому что вверху там три точки. Здесь три точки. Шов. 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 Ну а здесь еще не знаю. Не. Ну понятно. Это вообще субцельный элемент. Идешь оттуда. Но мы туда лезть не будем. Нафига. То есть мы перетянули эту дочку туда. Еще не знаю как будем делать. В принципе ничего не мешает. Лонжерону зафиксировать в этом положении. Или даже немножко туда натянуть. Наружу. Как мы вчера тянули. И просто привязаться. Прикрутиться. Болтом. И стянуть на пять миллиметров. Ничего не мешает. Тоже надо еще подумать. Что-то сильно захотелось подрамник померять. Мало ли. Хотя я был уверен. Что вот эти дальние точки подрамника основные. Или просто задние. Никуда не уйдут. Но блин. Хотелось. Очень хотелось это проверить. Ну проверили. Все классно. Я рад. У нас чертеж. Гласит о том. Что вот этот болт. Который мы только что зажимали подрамник. Вот и вот. Он у нас вообще ни о чем не гласит. Нет на нем этого размера. Есть вот крепление рычага только. Но это рычаги надо прикручивать к подрамнику, чтобы его померить. Но я имею ввиду, блин, ничего мерить не надо. Мы там это все переделываем. Да, походу. Не помню. И это. И вот что у нас не совпадает. Вот этот размер. А тех, что нам нету. Тем, что мы хотели. Тех, что хотели проверить. Их и нету. Но подрамник алюминиевый. Нифига он согнуться не может. Поэтому мы делаем тот размер по подрамнику. Ну, в смысле не делаем. Мы просто проконтролировали. Иногда думаешь. Не буду снимать им подробности. Буду так. Вкратце. Давайте снимем усилитель. Снял. Дальше работаем. Потом во время работы, блин, понимаешь. Не. Ну, как я не могу. Надо же делиться. Часто спрашивали по этой машине. Как будешь такую сварку срезать? Как отсверливать? Никак. Болгарка. Круг вчера на лайф... Позавчера. На лайфканале я показывал. Посылка пришла. Человек прислал кругов 4-х миллиметровых. Нет, 2,5. Что я подумал? 4. А, я хотел взять 4, но я его схватил. 2,5 миллиметра круг. Делает вот такую прорезь. Сейчас, наверное... Блин, что-то мало я хотел 4-х миллиметровых взять. Ладно. Здесь вот у нас видно, да? Какая прорезь. Потом завод варит. Типа как тигом с понтом. На тиговую сварку, кстати, похоже. Нифига не лазерная. Больше на тиговую. Вот так и это. Так и будем разделять. Как будем варить, еще не знаю. Но я на лайфканале... Я на лайфканале показывал видос. Видос недавно снимал. Да я пришел за зубилом. А то подумайте, что вам что-то показать. Я пришел за зубилом. Я на лайфканале видео снимал. Когда полуавтомати в рукаве канал чистил. Кто помнит. Это было неделю больше назад. И мы тогда тестили мою сварку. Я показывал, как на маленьком токе она может какой шов маленький сделать. Поэтому я предполагаю, что мы будем вот так и на доноре разделять. Снимать усилитель. А варить мы будем полуавтоматом. Блин, молоток забыл. А варить будем полуавтоматом. На маленьком токе. Ну, типа с понтом. У нас, кстати, получится почти такой шов. Ну, немного не такой. Вернее, такой он вообще не получится. Ну, примерно будет нечто подобное. Сейчас мы на этом усилителе натренируемся. Все снимать. Я пойму, насколько глубоко нужно пилить. Ну, вот 2,5 миллиметра. Вполне себе прекрасно отпилил. И вполне себе прекрасно отделил. Вот, видно. Все классненько. В таком темпе. Сейчас дальше все это сделаем. Здесь у нас идут точки. Я взял дрель, заточил курицу. Одну точку высвелил. Потом подумал, нафига это меняем, это меняем. Нафига я буду лишних 30 точек свелить. Поэтому зубелом обрубаю. Или болгаркой. Лучше болгаркой. Ну, сейчас сниму, покажу. Что хочу сказать. В ремонте главное. Внимательность. Вчера, когда мы тянули, здесь завернутый металл. Я его кувалдой бил, бил. Он думал, у нас сильно завернутый. Я его бил, бил, под 90. Выбил и все бросил. Сейчас он снял усилить и думаю, о, надо же это доровнять, чтобы дальше сверлить. Начал разгибать одну, а потом смотрю на ту сторону. Там тоже все. Думаю, блин, а может так должно быть. Пошел на четверть. Посмотрел, блин, а здесь должен 90 градусов быть. Поэтому загибаем назад. Хорошо, хоть не весь его загнул. Ну, не весь выгнул. Вот так должно быть, под 90. А я, блин, если бы не одуплился, если бы на ту сторону не заглянул, он сейчас бы у меня ровный был. Назад заворачивали. Есть. Я снял усилитель. Здесь, в принципе, проблем нет. У нас там еще для тросика или для вода отлива. Я даже не знаю, зачем. Идет вот такая коробочка, которая держится на клею. Но трудностей не было, потому что она от ДТП отпала. Она там в середине стоит. Я даже не знаю, зачем. Знаю. Это водосток. Это, чтобы вода с моторного этого щита, с ветрового, стекала вниз, а не затекала в этот боковой усилитель. Плюс мне тросики идут. В общем, оно все. Отпало. Даже не пришлось. Что увидел? Увидел вот складку. Видите, вот складка есть. Вот эта складка. Оп, бугорок. Оп, оп, оп. Это складка одна. Здесь вот вторая немножко туда проваленная плоскость. Это говорит о том, что это целая. Это целая. Вверх. Это говорит о том, что стакан немножко осел. Вот эта точка вниз опустила. Ну, он даже так по диагональке туда. Чик-чик-чик. То есть надо взять. Сейчас я еще не отсверлю. Можно взять зажим, натянуть, простучать. Вот это. Ага. И скорее всего вот это место. Да. И это место тоже. Простучать. Вот это место. Это обычный металл. И вот это место. Здесь все классно. А здесь нет. Знаешь, опустилась. Вот так сделала. Вот так. Вот так. Раз. Надо тянуть, простучать. Можно не тянуть, не стучать. Можно отсверлить и выкинуть его. А эту складку просто забить. А потом, когда будем варить, просто нам стакан надо будет подтянуть немножко. Потому как вот это все не сойдет на свое место. Ну, оно здесь не дойдет на миллиметров пять. Поэтому лучше потянуть. Пока не отсверлю. Сейчас возьму и потяну. Или потом. Да нет, на потом и так много чего оставляем. Наверное, все-таки сейчас. Хотя, опять же, сейчас особо сильно и нельзя. Хотя кузов крепкий, в принципе, и можно. У нас же стойка полностью отвязана от порога. Если сейчас будем тянуть, то у нас зазор будет очень расти большой. Хотя она все назад спружинит. Но зачем лишний раз насиловать кузов? Поэтому эту лучше сделать после того, как мы поменяем стойку или эту делать будем или менять. Я еще сам ничего не знаю. Когда мы завяжем, когда мы сделаем порог, когда все будет жестко, когда поставим лапу туда, если будем ее все-таки переставлять. Вот тогда желательно это сделать. Но многие помнят, о чем гласит русская народная пословица, не оставляй на завтра все, что можно вытянуть сегодня. Поэтому мы вытянуем сегодня, а не завтра. За зазор за дверями следим, чтобы ничего там не поломало. Страшно? Хуже, чем у десятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Хотя можно было вообще не рамять. Все равно металл выкинем. А тот толстый. Да так разорнять. Там вот такое ушко лопушок. Зазор не изменился. Хороший, красивый. Вообще ничего не поменялось. И здесь ничего не поменялось. Как было, так и есть. Вот наша четверть. Трудно было, трудно было ее самому со склада вынести. Пол немножко аж. Ну, немножко-немножко царапнул. То фигня. Залечится. Что хотел сказать. Хорошо хоть дверь сделали 90. Пол машины проходит. Есть. Отсюда мы берем вот это. Вот это. Стойку, походу, берем. Ничего не знаю, как порог берем. Просил, конечно, я больше. Но больше не дали нам. Ничего страшного. Берем отсюда вот этот элемент один. Этот, по-моему, целый. Надо посмотреть. Если нет, уже его отсверлилили. В общем, можно рассверлить. Сегодня день рассверлого. Хочу немножко посверлить. Отсверлить. Можно отсверлить. Под домкратник аккуратно отсверлить. Он нам надо. Мы его в самом конце приварим. Под домкратник отсверлить. Стойку пока не трогаем. Еще не знаю, как. Вот этот сверлить. Вот тот металл отсверлить. Верхний этот. Он же. В общем, бери, сверли, сколько хочешь. Здесь все целое. Есть вот этот центр. Вот этот центр. И вот этот центр. Я, конечно, я не думаю, что куда-то что-то пошло. Потому что только отрезали, высадили все классненько. Там ничего нигде не погнули. Кроме этого, понятно. Сразу можно взять рулетку от центра. От этого, от этого. Даже от этого. И от этого отверстия. Сразу можно перемерить. Например, записать стакан. От центра можно померить, записать положение. 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 То есть, взять и полностью перерисовать. И будет у меня чертеж. По крайней мере, вот эта полка вся. Мы потом там всю класс приварим по вот этим размерам. Вы знаете, есть такая пословица. Или поговорка, пословица. Ничто не радует, как неудача товарища. Я вот это, рассверлю четверть. Отсверлю усилитель. Завод два шва сделал. Один вообще промазал. Второй, короче, вообще тут ни черта не заварил. Знаете, как радостно? А, косячат, косячат они. Дальше. На клею было это... Желобок под воду. Или направлялка под воду. Зубилом только поддел. Потому что я раньше феном обогревал или горелкой. Только поддел. Потому что оно отпало. Смотришь. Он здесь намазал фигзаскока. Вот видно вот это вот. От этого момента. Бурк. До этого. Он намазал, но оно не пристало. И получается, вот сколько клея перевели. Держало только... Здесь я даже не считаю, что держало. Держало вот сопля. И вот кусочек. И вот понты. То есть, косячат они по черному. Поэтому класс. Все чики-пики. Сверлил. Сверлил. Резал, резал. Поменял круг. Два с полной миллиметра маловато. Поставил 3,5. 3,5 миллиметров. Тарельчатый. Лазерную обрезал снаружи. Потом заварим. И эти все с под крыла получается. Одну с середины моторного вовона. Потом тоже заварим. Ну, нормальненько. Все получается. Все классненько. Есть. Теперь. Все перемерил. Я даже скажу больше. Я перефотал. Я сделал примерно 60 фотографий. Всех этих размеров. То есть, мне лень было записывать. Поэтому я просто взял фотоаппарат. Фотографирую, например, нулевую точку, куда зацепил рулеткой. Я не мерю от центра. Зацепил рулетку. Сфоткал. И пошла серия именно размеров. Вот в частности. Зацепил рулетку. Померил. 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 Мало ли. Приедет когда-нибудь машина ударенная. Или что-то, что-то. Вдруг это не будет. Вдруг там. Ну, что-то помято будет. Так же померил. Кстати, я еще заметил. Завод тоже. Видите, как любит варить. Вот этот шов, он не держится. Зазор 2 миллиметра. Косячи-то не по-черному. Поэтому все класс. Все класс, все класс, все класс. Что-то надо еще отсверлить. А я сейчас, наверное, дальше пойду сверлить. Сейчас, наверное, отделю полностью. Полностью эту полку сниму. Пару часиков посверлил. Порезал. Подумал. Поразмечал. Что отсверлено. Усилитель отсверлен. Показывал. Полка. Вот эта полка на ту сторону. Есть отсверлено. Проблем не было ее сверлить. Единственное, что стакан приваривается. С сплошными еще там. Но ничего страшного. Мы болгаркой отрезали. Вот, по-моему. А на этом кузове не... Блин, не вижу. Да, приваривается. Шов, шов, шов. Четыре шва здесь. Это можно убирать. Не дошел еще. А так все. Легкотня. Поддомкратник. Можно я буду называть поддомкратник. Отсверлено. Планку отсверлил. Это консервная банка. Это вот эта часть. Каемка. Тоже типа поддомкратник. Лазерная сварка. Или какая там грибу, какая обычная. Сплошным завод варит. Сплошные-сплошные отрезали. Далее. Поддомкратник отсюда сверлил. Дальше взял болгарку. Ух ты, прикольно, как смотреть. Как намагнитилось. Да, как намагнитилось круто. Отрезал. Болгаркой отрезал. По сути, с этой четверти нам нужно еще отсверлить вот этот кронштейн подрамника. Дело в том, что девяткой просверлил не отпадает. Надо или десятку, или одиннадцатое, или двенадцатое сверло. У меня нет. Блин, нету сверла нормального. Поэтому завтра куплю, отсверлю. И еще я вот не знаю про этот лопушок. Дело в том, что отсверливать его раз. Ой, так будто что он тут идет. Вот он туда идет. Он идет за стакан. Как он идет за стакан? А, тут все двойное, походу. Ну да, вот точки. Да? Да, вроде бы. Вон он идет аж туда. То есть, будем ли его менять? Там разрез сделать. Отсверлить, отсверлить. Разрез. Будем ли его менять? Еще не знаю. Тоже думаю. Потому как не сильно тут оно все и помятое. Я вот смотрю, что сейчас немножко натянуть, простучать, простучать. А, нет. Вот это выкинется. А вот это... Не, ну герметику тут в любом варианте хана. Я не из-за герметика переживаю. Не из-за герметика. Я еще подумаю. На самом деле отрихтовать не проблема. В общем, надо еще тот крышейн добить. И вот это под вопросом. Больше остальное нам не надо от металлом. Стойка. Стойка тяжелая. Ржавчинка, коррозия. Ну, стойку пока вот так отсверлил. Есть у меня идея шикарная, как ее поменять. Но это пока под вопросом. Поэтому пока я не скажу. Сверлится. Ну, как сверлится. Я тут особо ничего так аленого и не сверлил. Фланка легко отсверлилась. Под домкатник легко. А здесь особо и сверлить больше нам нечего. Ну, как есть, но я нашел способ. Все класс сверлится. Я потом вам расскажу. Пока еще рано. По сути все. На сегодня хватит, потому что время уже почти шесть. Хороший был рабочий день. Наступились, поварились. Единственный момент, который я заметил. Опять, это невнимательность. Когда машина приехала, мы тогда сравнивали по шпилькам. Помните? Я еще, у меня чуть не получалось, потому что я от шпилек стреляю одна высота, на самом деле она другая. это из-за невнимательности. Потому как потому как вот эта штука двигается на сантиметр, то есть у нее ход один сантиметр. Раз завод сделал такой ход, он что-то там выставляет. Может панель выставляет трубу по высоте, я фиг его знаю, зачем такая большая регулировка. Там не видно, чтобы сдвинулась. Знаете, завод собирая эту машину, так их поставил, не одинаково. Есть еще, когда отпиливал, взял, намерил размеров от этого отверстия к стойке, от этого отверстия опять намерил, записал во всем. В общем, размеров куча. Как будем менять, знаю, пока не скажу. Если я пару дней назад говорил, что большая-большая проблема сверлить, то спасибо Александру, который подсказал способ, как и чем просверлить, чтобы разделялся металл. Потому что советов было много. Победитовое, кобальтовое, другое, по бетону перезаточить, то-то-то-то, то-то-то. Один Александр подсказал способ, мало того, что подсказал, он снял для меня два небольших ролика, там по минуте показал, как сверлит его способ, как работает его способ. Способ классный. Александр, большое тебе спасибо, у меня получится, я уже пробовал, я просто не показал там на четверти, диаколитный металл пробовал сверлить. В общем, потом все узнаем. Всем пока, всем пока. Руку поддерживаю, она устала, знаете, сколько она сегодня дрель держала? сегодня наделялись, завтра с утра придем и будем заниматься передней стойкой. Если все получится у нас, то мы на вечер в принципе прихватим, я не говорю полностью, а приварим, прихватим полностью стойку, может даже и приварим. всем спасибо. Что вам еще показали? А, не, ну там в машине я вам потом покажу. Всем спасибо, всем пока, счастья, здоровья, Андрей, привет, всем привет, генка36.ru по-моему, привет, деда-реаниматор, вон класс, мужик, подписывайтесь на деда-реаниматор и канал, ставьте ему лайки и счастья, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok